здравствуйте дорогие мальчики и девочки сегодня мы с вами прочитаем замечательную сказочку которую вы сможете увидеть как могут дружить на самом деле зверушки в лесу ну что вы готовы ну тогда мы начинаем с вами дедушка бородедушка сказка про волка и зайца хитруна и так слушайте мои дорогие в одном распрекрасном лесу в котором волшебное все от самого маленького хустика до самого высокого дерева жили были волк и его закадычный друг заяц каждый жил в своем волшебном красивом домик и у каждого был свой транспорт на котором они перемещались по волшебному лесу волк любил ездить на велосипеде из волшебных улиток а заяц обожал гонять на своем самокате из листьев самого высокого дерева которые позволяли летать и все было бы хорошо но волк иногда все-таки делал пакости хотя после этого он всегда просил прощения и обещал больше никогда этого не делать как-то раз заяц решил пойти на рыбалку и наловить волшебные рыбки сварить замечательную руку и отдохнуть на солнышке согреваясь его лучах да он как обычно рано утром сложил удочки для ловли рыбки сел на свой самокат и полетел над лесом на прекрасное огромное озеро на этом озере был островок на котором зайчик построил себе маленький домик в котором он любил проводить время заловли рыбки был прекрасный день погода была тихая настроение было просто замечательное в этот же день волк проснулся в очень плохом настроении а когда увидел промчавшегося зайца над его домиком вообще разозлился как это у меня плохое настроение а заяц веселится и еще и на рыбалку полетел что-то надо делать подумал волк и сразу голову к нему пришла идея разыграть зайца показаясь на бережку раскладов удочки и снасти для ловли рыбки волк уже тихонько на своей лодочке припыл к острову и начал свой коварный план сначала он начал свистеть до та громко что бедненький зайца страх убежал к себе в домик чтоб перевести дыхание и посмотреть тоже это свистел волк тем временем подбежал к удочкам и понаскусывал леску на которой сел поплавок и крючок для ловли рыбы а сделал это он для того чтобы когда будет ловиться рыбка заяц не сможет ее вытянуть и останется без нее тем временем зайчик вышел с домика и направился к своим удочкам уж очень хотелось ему половить рыбку волк тем временем уже на своей лодочке плавал по озеру и наслаждался солнышком но при этом поглядывал на зайца но у волка еще был дружок водяной жук который в это время спал как только волк его разбудил он сразу попросил разыграть зайчика когда тот начнет ловить рыбку жук с радостью согласился зайчик закинул удочку в озеро и начал ждать когда же рыбка начнет ловиться и вдруг смотрит зайчик клюет у него дернул за удочку нет ничего странно подумал заяц он снова забросил удочку жук приготовился а волк уже смеялся вовсю наблюдая эту картину опять клюет у зайчика снова он дернул свою удочку и снова ничего не споймал это жук дергал за крючок и заяц ничего не понимая снова закинул удочку уже разозлился наш зайчик что же это такое и вдруг он видит как волк на своей лодке плавает и смеется что есть силы эй волк ты чего смеешься спросил заяц да вот смотрю как рыбку ловишь и не можешь поймать наверно ты разучился ловить с чего это ты взял ответил ему заяц я только пару раз не споймал сейчас поймаю а давай поспорим на большой тортик из лесных ягод что ты не словишь рыбку за 10 минут давай ответил заяц и пошел ловить рыбку с ним же направился жук который продолжал на протяжении всего времени дергать за крючок и заяц ничего так и не словил волк чуть не лопнул от смеха пока волк смеялся стало жалко ему зайца да и злость куда-то делась и он попросил фею лесную сделать ему тортик из ягод ведь она была его еще и лучшей подружкой вот и вышло время спора проиграл ты заяц сказал волк но ты не обижайся я приготовил тортик нам как удивился зайчик и не выдержал волк и рассказал все что он придумал как разобрать зайчика они вместе долго смеялись поедая замечательный торт из ягод от феи вот такая замечательная история приключилась в нашем волшебном лесу вам мои дорогие пора спать и пусть приснится вам замечательный сон с вами был дедушка бородедушка